В эфире Кинопатрама с Юрием Рязановым. В гостях у нас Вадим Сацков, продюсер и генеральный директор мультипубликационной студии КиноАтис. Здравствуйте. Здравствуйте. Один из самых известных проектов православных – это «Необычайное путешествие Серафимы». Ненавижу наш дом. Мама! Как возникла идея создания такого православного? Вы считаете этот мультфильм православным? Да, конечно. Во-первых, что хочу сразу сказать, это наш не первый православный мультфильм. Мы до этого тоже делали серию притч библейских. Идея, собственно, не наша. Идея возникла в фонде преподобного Серафима Саровского. Насколько я знаю, несколько лет ходили и искали студии, которые могла бы сделать. В том числе пришли и к нам. Ну, так как я себя считаю человеком верующим православным, для меня тема Серафима Саровского, безусловно, была интересна. И как-то сразу захотелось этот мультфильм сделать. Единственное, что мы сразу же отвергли сценарий, который был принесен. Я собрал такую небольшую команду, и мы стали работать над новой идеей, собственно, про что же кино. Когда мы нашли идею, вообще фильм про святого делать очень тяжело, ну, просто такая тема абсолютно неподъемная. Нужно было найти какую-то изюминку, про что же кино будет. Когда мы нашли книжку, совершенно одноименную книжку «Необыкновенное путешествие Серафима», мы поняли, что вот это идея, на которой можно сделать кино. Конечно, от книжки ничего не осталось, хотя автор этой книжки, он соавтор сценария, в том числе нового. Идея, что батюшка Серафим помогает маленькой девочке, которая живет не во время Серафима, а в другое время. 43-й год, самый разгар войны, и такое очень время получилось интересное, с одной стороны, а с другой стороны, в общем, мы полностью отвязались от жития, и батюшка Серафим просто помогает этой маленькой девочке в тех условиях, в которых она живет. У нее и отец-священник расстрелянный, и мать она потеряла, и живет она в детском доме. Ну, такая очень, очень жесткая среда. Реально, мультфильм сильный, именно православный, именно о святых. Были какие-то нападки со стороны, но недоброжелательные? Да, конечно, да. Но при том, что меня радует в этом фильме то, что среднего нет. Либо люди принимают фильм, либо его отторгают. А вот среднего что? Ну вот, да, вот такой фильм, и вот тут есть плюсы, тут есть минусы и так далее. Вот такого нет. Вот совершенно два лагеря диаметрально противоположных. Вы показываете время, 43-й год, реально тяжелое время для православия, для церкви. Ну, мне кажется, были, наверное, нападки вот тех вот старожилов, которые, вот, там, сталинистов, наверное, да, вот таких вот коммунистов. Да, да, были, да. И не только, и просто молодежь там неверующая очень активно участвовала в обсуждении фильма. А, да, было такие, что это вообще очернение советской действительности того прекрасного строя, хотя, по-моему, у нас в мыслях не было что-либо очернить. Вообще, это такой маленький детский дом, и там обитатели разные люди, и воспитательницы, и директоры, и дети, которые там живут. Вот так, чтобы как-то осквернили, ну, я ничего такого не вижу. Мне кажется, фильм очень полезен, потому что мы сегодня живем, знаете, в эпоху переосмысления ценностей. Но, мне кажется, вот вы осознанно пошли на то, что вот это, заложили миссию православного просвещения. Кстати, насчет сборов. Для православного мультфильма, мне кажется, довольно неплохие были сборы в России. Да, да, да. То есть, только в кинотеатрах фильм посмотрел полмиллиона человек, и это хороший результат. Ну, мы, конечно, ожидали чуть-чуть большего, но не сильно. Но, в принципе, эксперты говорили, что это полный провал, что он там совсем мало заработает. Ну, вполне приличные сборы были, да. Некие люди говорят, тоже, может быть, слишком верующие, что вообще киноискусство или искусство мультипликации немножко отлукавого. Миссия, она должна быть на разных полях, да, в том числе и в кино. Вот, если фильм хороший, он цепляет, люди хотят его посмотреть и пересмотреть. Я не говорю про Серафиму, вот, фильм «Остров», например, такой яркий пример, то, значит, все хорошо. Такое вот название, необыкновенное путешествие Серафима, оно сразу родилось или были какие-то другие варианты названий? Нет, были, ну, сначала фильм назывался «Серафим», и везде он был заявлен как Серафим, потому что все-таки мы делали, главное было показать святого Серафима Саровского. Вот, конечно же, в фильме «Необыкновенное путешествие Серафима» Серафим Саровский, ну, справедливости ради, отходит, ну, в общем, такой второстепенный персонаж. Вот, он так незримо присутствует, ну, зримо, конечно, вот, мы там показываем и какие-то эпизоды с жития, но он незримо присутствует, вот, и в том числе в судьбе главной героини, собственно, вот это с помощью, с помощью Серафима Саровского. Он ей помогает незримо, да, я уж не буду сейчас рассказывать содержание фильма, поэтому первое название было «Серафим», вот, потом были другие названия. Решили, а давайте все-таки назовем Серафима, ну, и потом пришли вот к такому, к такому варианту, что все-таки «Необыкновенное путешествие Серафимы», опять же, мы хотели, чтобы фильм посмотрело как можно большее число людей, поэтому в лоб делать такое чисто православное название мы не хотели, вот, вот, вот так родилось. Буквально перед уже, перед самой-самой премьерой, я даже не знаю, когда это было. Вадим, а как вот другие страны, тоже православные, из бывшего, из СНГ, принимают этот мультфильм, зовут вас на фестивале? Да, был он на фестивалях международных, был в Австралии, в Сербии, в Италии его показывали, да, вот в Италии даже сейчас договариваемся, скорее всего прокат будет, ну, и вот сейчас занимаемся продвижением по миру, и, ну, достаточно оптимистично смотрим. Понятно, есть регионы, которые фильм не возьмут, не возьмут никогда, это понятно. Вот, ну, вот, например, достаточно оптимистично мы смотрим на Латинскую Америку, там есть некий интерес к фильму. Восточная Европа, Греция, вот, я думаю, что все православные страны каким-то образом этот фильм покажут. Не знаю, будут ли они показывать в кино или же сразу по телевизору, вот это вопрос, но интерес есть. Вадим, я вот слышал, что над фильмом работала большая очень команда человек, 300 человек работало, это так? Ну да, ну, опять же, например, совершенно замечательный саундтрек, композитор Иван Урюпин, музыку писали на масс-фильме в огромном зале, по-моему, 90 музыкантов было, вот, считайте, треть уже музыка. Ну, да, и так далее, и так далее, везде. На студии где-то 100 человек у нас сидело на студии, но если взять всех партнеров, которые нам помогали, да, это около 300 человек. Вадим, ну, кстати, вот этот мультфильм, вы его, как бы, советуете смотреть детям или все-таки детям вместе со взрослыми, как бы, для семейного просмотра? Ну, ну, это семейное кино, конечно, да, это раз, во-вторых, даже вот в интернете посмотреть отзывы, то, что пишут люди, и они часто пишут, что мне ребенок задавал какие-то вопросы, на которые я даже не могла сразу ответить, и я после просмотра фильма, мне там пришлось даже что-то почитать, посмотреть, чтобы ребенку на вопрос ответить. Это пишет человек, который считает себя, ну, как у нас вот большинство в душе верующий, да, вот, и вот такие вопросы, которые задает фильм, даже не фильм, ребенок задает по фильму, вот, они, как бы, толкают родителей просто посмотреть, почитать о Серафиме Саровском, вот, чтобы как-то ответить ребенку. Это раз, во-вторых, я не знаю, заметили вы или нет, этот фильм происходит на Страстной Седмице, начинается с вербного воскресения, и весь фильм идет Страстной Седмицей, заканчивается Пасхой 43-го года. И фактически мы постарались события библейские, которые происходили 2000 лет назад, перенести в этот детский дом. И вот эта девочка Серафима, она во многом, ну, понятно, по-своему, конечно же, это не путь Христа, но она, по крайней мере, пытается повторить путь Христа. Собственно, кто такой христианин, православный христианин или просто христианин? Тот человек, который пытается повторить путь Христа. Поэтому тут вот, ну, я так понимаю, почему он был принят, в том числе всей церковной общественности он был принят абсолютно точно. И даже людьми, которые неверующие или верующие, как бы внутри, тоже был принят, потому что вот эта библейская основа, она всегда очень сильная. Она всегда намного сильнее того, что может придумать просто человек. Вадим, если мы говорим о таком фильме, серьезном, православном, наверное, незримо вы все равно обращались к святому. И, наверное, думали не только о том, как зритель воспримет, но будет ли этот мультфильм угоден Серафиму Саровскому в данном случае? Как вы считаете, была ли незримая помощь, вот такая духовная, нашего небесного покровителя? Да, безусловно, была помощь, и мы ее чувствовали. Во-первых, мы ездили в Дивеево, и даже нам сделали, пропускав Саров. Кто не знает, сейчас Саров закрытый город, ядерный. Визу туда получить даже иногда тяжелее, чем, например, в США или в Англию. Вот, мы ездили туда, очень много фотографировали, ездили в Дивеево, и благословение получали на этот фильм. И такой интересный эпизод из истории нашей студии. Мы достаточно много работы делаем за границей. Ну, такую черновую работу скидываем в Индию. А сейчас, когда курс доллара сильно вырос, мы решили все-таки развиваться, вот эту черную, ну, какую-то работу все-таки делать в России. Ну, Россия здоровая, огромная страна, да, вот где можно сделать студию. Ну, практически в любом месте можно сделать студию. Мы там переговоры вели и с Фермью, и с Владикавказом, и еще несколько регионов, где мы хотели разместить филиал. Ну, совершенно чудным образом, я вот просто не могу сказать, каким чудным образом. Филиал открыли, знаете, где? В Сарове. Там есть бизнес-центр Саров, вот, у нас туда и губернатор пригласил студию. Он совершенно не знал, что мы делаем, необыкновенное путешествие Серафима. Вообще, вот это перемещение, открытие студии в Сарове совершенно не связано с нашими какими-то усилиями абсолютно. Просто так получилось. Я считаю это как некое благословение батюшки Серафима. Еще раз говорю, мы абсолютно не приложили никаких усилий, чтобы оказаться там. Никаких вообще. Я бы советовал всем, кто нас сейчас слушает, обязательно посмотреть вместе с детьми или, может быть, с людьми неверующими и обсудить и вдохновиться. И черпать силы от этой маленькой девочки Серафимы, которая в годы гонений реально, как бы, проявила чудеса героизма. Да, она сохранила веру. Хотя, безусловно, там отец где-то был расстрелян ее примерно, ну, будем считать, 37-38 год. Она уже росла в детском доме, без матери. И в этой ситуации потерять веру, да, вот, как бы, перейти в другой лагерь, конечно, труда абсолютно никакого не составляла. Но вот она вот эту детскую веру, которую ей привели родители, вот она пронесла через все годы. Вадим, спасибо огромное. Еще раз в гостях у нас был Вадим Сацков, продюсер и генеральный директор студии Киноатис. Спасибо вам огромное за мультфильм «Необыкновенные путешествия Серафимы». Спасибо, спасибо, спасибо вам.